Кому нужна однокомнатная квартира в Москве? Оказывается, многим. Например, студенту купили квартиру родителей. Например, бизнесмену, который приезжает в Москву в командировку, и ему нужно где-то остановиться. Например, одинокому человеку. Что неудивительно, но он же одинок пока. И большой квартиры ему не нужно. Тем более, в Москве квартиры ого-го, какие дорогие. И вот я решил рассмотреть однокомнатную квартиру в жилом комплексе Discovery Park. Но вы уже знаете, многие сейчас рекламируют этот жилой комплекс. Вот и я решил взглянуть, как он выглядит, а особенно внутри. То есть посмотреть планировки. И сегодня я разберу однокомнатную квартиру для проживания одного человека в жилом комплексе Discovery Park. Погнали! Что же нам предлагает жилой комплекс Discovery Park для одинокого человека? Вот, например, эту однокомнатную квартиру. Почему я вам об этом решил рассказать? Потому что вспомнил один случай из своей практики. Обратился ко мне молодой мужчина и говорит. Иван, я покупаю квартиру в Москве, но очень маленькую, однокомнатную. Она мне нужна для того, чтобы провести там рабочую неделю. Мне нужно место переночевать. Мне нужно небольшое место, чтобы что-то себе приготовить, а чаще просто разогреть. Мне нужно комфортное место для отдыха. Диван и телевизор. И мне нужны шкафы, куда разместить всю свою одежду и еще поставить чемоданы. А так-то вообще я живу за городом. У меня там коттедж, семья. Просто неудобно каждый день ездить из коттеджа в центр Москвы. Вот поэтому я и купил, говорит, эту квартиру. Что же с ней сделать? И вот тут я подумал. А действительно, таких ведь людей много. Поэтому на примере этой однокомнатной квартиры в жилом комплексе Discovery Park я расскажу, как нужно делать планировку в таком маленьком пространстве. Смотрим, что нам предлагает застройщик. Он нам предлагает микроскопическую прихожую, неплохую гардеробную, малюсенький санузел, маленькую спальню, ну и, конечно же, небольшую гостевую комнату. Кстати, в этой перепланировке так расставлены перегородки застройщикам, что даже не нашлось места для стиральной машины. Ее предлагают поставить на кухню. А это уж совсем такой вариант, знаете ли. В принципе, если взять общую площадь, то вполне себе неплохо. Но если взять по отдельным помещениям, то это катастрофа какая-то. Как-то так они расположили стенки, расставили мебель, что все это выглядит несуразно и неудобно. Как надо. А вот чтобы сделать как надо, нужно вспомнить, что мне говорил мой заказчик. Его образ жизни. Как он проживает в этой квартире. Приходит, раздевается, умывается, что-то себе разогревает, ужинает, садится на диван, отдыхает, а потом идет спать. В спальне он проводит минимум времени. Лег, поспал, встал, ушел. Значит, для спальни можно оставить минимальное место. А для мест хранения нужно предусмотреть больше шкафов и гардеробных. И вот, что я предлагаю сделать. Что самое главное в однокомнатной квартире для одного человека, для бизнесмена, важно сделать большое комфортное пространство для отдыха. И я его сделал. Я вытянул пространство вдоль двух окон. Это все окна в этой квартире. Поэтому я их использую по максимуму. И располагаю небольшую кухню напротив стол с островом. Дальше диван, журнальный столик и телевизор. И обратите внимание, все выстроено как надо. По центральной оси. Все как по фэншуй. Все будет располагаться симметрично, красиво расставлено. А значит, в дизайне будет выглядеть великолепно. А для спальнего места я оставил небольшой закуток. Альков, ну как во Франции, это когда в нише кровать за шторками. Здесь тоже можно сделать шторки, а можно и не делать. Зачем их делать, если он один живет. Вот и получается, что у нашего персонажа есть место, где переночевать, удобное и комфортное. А больше ему и не надо. Он ведь на выходные уедет в коттедж к семье, где большая комната, ванная, гардеробная. И так, под спальню небольшое место. Это позволило увеличить гостевую зону. А это очень важно. А еще мы помним, что наш заказчик говорил о том, что у него много одежды. Пиджаки и рубахи, которые он одевает на важные переговоры. Для этого у нас есть большой шкаф прямо в гостиной. Ну а что? С кровати встал, сделал несколько шагов и ты уже около шкафа переоделся и пошел на работу. А еще я увеличил ванную комнату за счет коридора. Это можно. Это позволило расставить совершенно свободно ванную, раковину и унитаз. В данном варианте ванна, потому что мой заказчик любит посидеть и подумать в водичке. А некоторым больше подходит душевая кабина, например. Кстати, напишите в комментариях, что больше всего вы предпочитаете. Принимать ванну или душ? Лично я больше люблю душ. Но это уж кому как. И как вы обратили внимание, я убрал из этой ванной комнаты стиральную машину. Куда же я ее убрал? В нишу, которая находится прямо в прихожей. Да, это не очень хорошо. Прямо в грязевой зоне это находится. Придется лишний раз протереть пол, что называется. Но с другой стороны, не так уж часто он будет здесь стираться. Все-таки есть же дом, коттедж, семья. Там, наверное, его и обстирывают. Но на всякий случай здесь стиральная машина тоже предусмотрена. И остается еще немного места под уборочный инвентарь. А мы помним, что это важная деталь интерьера. А иначе будут валяться везде швабры, тряпки, ведра. Кому это надо? Никому. Такое решение позволило освободить ванную комнату и сделать ее просторной, комфортной, где можно отдохнуть. Лежа в водичке, умыться с комфортом, ну и все остальные дела сделать. А еще здесь есть очень интересная деталь. Вот это ниша. Но ниша сделана хитро. Это как бы окно, которое вырезано в этой стене. Дело в том, что эту стенку мы не можем сдвигать дальше в комнату, потому что это жилое пространство. По закону запрещено увеличивать ванную комнату за счет жилого пространства, поэтому перегородка остается на месте. Но нам ведь нужен шкаф для того, чтобы хранить всякие важные вещи. Ну там дезодоранты, парфюмерию и так далее, и так далее. Поэтому я вырезаю окно в этой стенке и делаю там нишу. Конечно же все это я закрою дверками. Получается, что по закону я ничего не нарушил. Стена-то на месте. Но шкаф выдвинул в сторону гостиной. Почему? Потому что у нас здесь большая ниша остается. А шкаф глубиной 60 сантиметров. И остается еще свободное пространство, которое мы можем использовать с умом, что называется. И с пользой. Остался гардероб. Гардероб для верхней одежды. Он весьма скромный, но вполне вместительный. Чтобы поместились пуховики, куртки, обувь, шапки, шарфы. Вот и получается, что все запросы заказчика удовлетворяет именно такая планировка. Давайте еще раз пробежимся. Большое общее пространство, в котором есть место для отдыха. Место, где мы кушаем. То есть стол. Небольшая кухня, за которой большой готовки происходить не будет. Может быть что-то погреть. Место для сна, которое не нужно большое и шикарное. Вполне себе удобное и комфортное. Есть огромный шкаф для вещей, есть гардеробная для верхней одежды и большая просторная ванная. Мы выполнили все требования заказчика, чему он и был очень рад и счастлив. Потому что в таком варианте он себе и представить не мог, как расположиться с комфортом, чтобы еще и красиво было. Да, а как вы думали? Мы же дизайнеры, к нам обращаются за дизайном и за удобной расстановкой мебели. Кстати, про это мы много пишем на нашей страничке ВКонтакте. Посмотрите, подпишитесь и вы будете получать много интересной и полезной информации. Друзья, если вам понравился разбор планировки, ставьте лайк. И обязательно распространяйте это видео по своим знакомым и друзьям, которые ищут квартиру или которые собираются купить себе квартиру. Я уверен, им будет очень полезен этот разбор и другие, которые я делаю на своем канале. Поэтому обязательно подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы узнавать первым, когда выйдет новое видео с таким полезным контентом. Да пребудет с вами муза! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!